Говорят, птицы в неволе не поют. Человек совсем другое дело. Константин осужденный Таллицкой колонией строгого режима. Человек творческий по профессии и образу жизни настоящий музыкант. До зоны о наказании он отбывает не впервые. По 228 статье за наркотики. Вся жизнь его была связана с музыкой. За решеткой карьера продолжилась. В этом году он стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса песни среди осужденных Калина Красная. Листьев подбросит, так же на сердце ложится тоска. Близких теряя, идем мы по краю. Себя спасая, спеши в никуда. Константин себя называет композитором, поэтом, аранжировщиком. На воле писал о любви и дружбе. Здесь, увы, получается только о свободе. Мотивы в основном грустные и ностальгические. Конкурсная песня была посвящена любви к самому родному человеку в мире. Маме, о том, что мама хочет сказать своему сыну, предостеречь его в жизни от каких-то ошибок, от каких-то сложных ситуаций, которые можно избежать. Но сын, как обычно, в детстве не слушает мать, убегает от нее, отворачивается. Но спустя какое-то время, когда уже мамы нет в живых, он понимает, что она была права все-таки, и можно было этого избежать идти. Но время, как говорится, уже упущено. Вот, наверное, об этом песня. Грустная, да? Тоскливая песня немножко. В зоне Константин возглавляет клуб, организует концерты, конкурсы выступления, приобщает осужденных к искусству. Говорит, они тянутся и становятся душой светлее. То есть, исправляются. Сужденный трудоустроен, не имеет нарушения, характеризуется положительно. План на будущее освободиться у него условно-досрочно или по замене его части наказание более мягким видом наказания. Финальный концерт 14-го по счету Всероссийского конкурса песни «Калина Красная» запланирован на 5 октября. Задача организаторов – выявить таланты в колониях и дать им возможность для реализации. А так сказали, приезжай, привози песни, с удовольствием послушаем, и, возможно, даже что-то возьмем. Ну, то есть, купят, грубо говоря, возьмут в ротацию, и там дальше уже. Это был бы очень хороший стимул, на мой взгляд, и для творчества, и на финансовой стороне анбоксин. Там уже это отдельный разговор. Константин мечтает освободиться и продолжить музыкальную карьеру. Хочет услышать свои песни по радио. Готов писать для других исполнителей. Сам говорит, староват. Сейчас мужчине за 40. До выхода на свободу остается три года. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Южский район.